МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Двое двухлетних детей упали из окна девятого этажа в Коминтерне. Девочка одна скончалась, за жизнь другой сейчас борются врачи в больнице. И после этого несчастья выступили многие официальные лица, в частности, Илья Шульгин, глава администрации города Кирова, сказал, что необходимо провести с родителями беседы Речь на собеседованиях должна идти о безопасном хранении лекарств, обращении с огнем, с газовыми плитами и электроприборами, я цитирую по нашему сайту хакерова.ру, а также о соблюдении осторожности при проветривании квартир через открытые окна. Илья Вячеславович предлагает привлечь к этим беседам воспитателей, учителей, детских врачей, педагогов, развивающих центров и студий, в том числе и частных. И он отметил, что в мэрии уже подготовили распоряжение о мерах по обеспечению безопасности детей в предстоящие майские праздники на период летних каникул. Я прошу прокомментировать вас то, что произошло, и вот заявления официальных лиц по этому поводу. Ну, в этой части я поддержу решение Ильи Вячеславовича. К сожалению, вот эта страшная трагедия, она опять открывает у нас теплое время года. Это не первая трагедия по стране. У нас уже пошла статистика, к сожалению, подобных случаев. Именно падение из окон открытых. Именно падение из окон, да. Потому что несчастные случаи с детьми, то, что было сказано в комментарии, это и лекарства, которые находят дети, и эти несчастные случаи происходят, и неосторожное обращение с огнем. Это фактически вот май, наверное, вот эта погода, там, конец апреля-май, это самое опасное время, начало вот этого опасного времени, потому что становится тепло. Значит, если это огонь, то это может быть во дворах жилых домов, в сельской местности, в первую очередь. Ну, и вот эти пресловутые падения из окон, когда родители открывают окно, остается только, в лучшем случае, одна антимоскитная сетка, и она не выдерживает, конечно, груз ребенка, который наваливается. Как правило, ребенок встает на ножки и опирается об эту сетку. И были случаи, когда ребенок практически планировал на этой сетке, совсем маленький, с разной высоты падения. Но в данной ситуации, конечно, это страшная трагедия, это большое горе для родителей. И то, что предлагает администрация, это отнюдь не лишнее. Более того, я вам скажу, что мы смотрели, мы месяц назад с коллегами обсуждали как раз вот начало этого сезона, да, и могу сказать, что в разных регионах подходит по-разному. Например, в одном из регионов даже был подворовой обход, ну, можно так назвать, да, в городе с мегафоном. То есть волонтеры ходили с мегафоном, и прямо в мегафон говорили, уважаемые взрослые, у кого есть дети, пожалуйста, посмотрите, проверьте ваши окна. То есть люди сначала, ну, как бы шарахались, да, а потом, понимая, что происходит, они вообще-то вы делаете очень такое нужное дело. Но в любом случае... Это в каком регионе? Если я не ошибаюсь, это Тула. Тула или Саратов, могу ошибаться. Вот в любом случае лучше еще раз напомнить всем родителям о необходимости усиления контроля в этот период. О том, что окна у нас сейчас очень легко открываются, в том числе и самими детьми. Ведь много раз говорили о том, что нужны фиксаторы детские, кто-то ставит на ключ окна, да, на режим микропроветривания. Но вот то, что происходит, то происходит. Дети такие маленькие существа, которых нельзя ставить ни на минуту. Да, вот этих нескольких минут хватает для того, чтобы ребенок оказался в другой комнате, оказался на карнизе. Ну, что касается этой семьи, мы пока не знаем. Мы приносим им, конечно, тоже соболезнования, но мы пока не знаем ни обстоятельства жизни этой семьи, ни почему так получилось, почему мама оставила детей без присмотра. Мы пока не знаем и не будем пережать события. Но я не думаю, что сейчас в данном конкретном случае важна для этой семьи причина, потому что трагедия произошла, и ребенка уже не вернуть. Но еще раз хотелось бы повторить, в любой даже самой хорошей семье эта ситуация может произойти, потому что наши дети к нам не привязаны, не пристегнуты к руке, к поясу и так далее. То есть мы можем отойти в другую комнату, можем выйти в ванну и так далее, и так далее, и ребенок остается один. И при этом у нас в каждом доме огромное количество бытовых приборов, которые очень интересуют детей. Не надо забывать про вещи, которые очень многие оставляют в ваннах. Это фены, плойки и так далее. Что может в воду упасть, да? Причем включенные. Рядом с розеткой, розетка рядом с умывальником или с ванной. То есть сейчас очень много опасностей для детей. Многие сейчас имеют камины не только в загородных домах, но даже в городе есть квартиры, в которых есть камины или биокамины, которые работают на биотопливе. И ребенок видит, что взрослым можно это, значит, можно и самому попробовать. И так далее, и так далее, и так далее. Газовые баллоны, открытый газ, открытая плита, когда дети пытаются что-то приготовить сами. Они видят, что это включается, как это включается. И так далее, и так далее. Владимир Шабардин, уполномоченный по правам ребенка в Кировской области. До эфира мы буквально за минуту до эфира поделились сами примерами того, что могло бы быть в городе опасно, в том числе и для детей. И сразу, навскидку, буквально несколько пунктов обнаружили. Я вчера в Фейсбуке под постом Георгия Барминова, министра спорта и молодежной политики Кировской области, где он выражал свои соболезнования и призывал быть внимательными и защищать своих детей. Написала, что что делать с подростками. Потому что я вчера ночью на крыше собственного дома, недостроенного, недостроенной части, видела двух подростков, которые были абсолютно, абсолютно пьяными. Совершенно вдрызг просто вот в Драбадан, курили и пили на шестом этаже этого дома. Недостроя. Недостроя. Спускались по металлическим конструкциям, как они не упали, не разбились, не убились. И это происходит постоянно и в зимний, и в летний период. А в летний тем более. То же самое происходит в недострое, во враге засора. Там уже сейчас крики адские раздаются по вечерам и по ночам. Пьянки очевидны совершенно. Толпы подростков и взрослых неадекватного поведения слоняются. И вот я написала тоже Георгию в посте, что мы много раз обращались и в ОМВД, и администрация в курсе, и ОНФ, когда по недостроим и заброшенным площадкам собирали сведения, сообщали о нашем доме, и ничего не происходит. И вот кого в данной ситуации предупреждать? Света, я тебе напомню еще, что несколько месяцев назад глава города Елена Ковалева говорила о том, что все недострои в городе, все объекты должны быть законсервированы, а если собственник не внимает увещеванием, то их вообще там вплоть до сноса. Вот в данной ситуации, извините, что я об этом говорю, Владимир Валерьевич, но вот хорошо, давайте мы сейчас вызовем там милицию. У меня было страшно там кричать им, что-то говорить. Сейчас я вызову там милицию. Как задерживать, просто настолько, представляете, на крыше пьяные подростки, которые... Ну ты не забывай, что они могут заторопиться и побежать. Я про это и говорю, да, я про это и говорю. И что? И с кем тут? А если хорошо их поймали, с родителем привели профилактическую беседу, их, понимаете, там десятки и сотни шатающихся праздно по ночам сейчас в доступе там все возможные напитки. Я думаю, да, Светлана, я понимаю, что вы говорите. Я, наверное, привел бы здесь аналогию, знаете, наверное, с чем? Вот помните, у нас по городу демонтировали рекламные конструкции, часть рекламных конструкций. И вот, значит, демонтаж, он на тот момент лег на плечи города. Вот сначала демонтировали, а потом уже разбирались, чье это и кому предъявлять вот эти суммы за демонтаж. Я считаю, что вот с такими недостроями, если мы не можем в настоящее время найти там владельца, владельца, собственника и так далее, мы должны сами найти способ для того, чтобы огородить это сооружение. Кто мы-то? Кто мы-то сами должны? Город, город, городская администрация в бюджете должна найти деньги. Сделать так, чтобы... Ну кто, Светлана, предложите мне какие-то другие варианты. Я не знаю, жильцы, например. У вас их много, соседей? Я сразу вижу, какой способ найдет администрация. У вас там 15 человек, да? Светлана, если вы жилец, то вы можете своими силами это сделать, но почему-то до сих пор не сделано. Если там есть жильцы, а если нет жильца, если... Если отдельно стоит объект. Если там недострои, там не сдан, ни одного жильца там нет. Стоит один остов, как у нас в Новых Черемушках есть такой дом, да? Каркас стоит и все, больше ничего нет. Конструкции, которые высотные, да? Там сейчас вышки там новые ставят и так далее, и так далее. Нужно тоже сделать так, чтобы доступ не был свободным. У нас, кроме этого, по городу предостаточно опасных объектов. Люки, например? Люки, вот, пожалуйста, я сейчас то же самое могу привести. Вот напротив мегафона, там... Ну, реально, у нас на театральном городе. Театральный площадь, да. Этот люк, он фактически полторы недели там расколотый, сломанный, был открытый. Вот только сегодня там ленточкой огородили и что-то поставили. Таких объектов очень много. И если мы не будем максимально быстро реагировать на их появление, то, к сожалению, у нас будут продолжаться несчастные случаи. И ежегодно, сколько бы мы ни говорили, по стране продолжаются падения футбольных ворот на детей, травмирования ежегодно. И качели металлические. И качели, и падение с высоты, и опасные аттракционы детские на площадках, во дворах по-прежнему, и штыри, которые торчат. Слушайте, а у меня такой, может быть, немножко наивный вопрос. Но у меня вот в моей школе, например, ОБЖ был только уже в последних, наверное, классах. Вот тогда как раз вводили этот предмет. А сейчас-то он есть, уже много лет есть. Хороший вопрос. У меня тоже, Ань, был на языке. Давай мы его после перерыва зададим. Хорошо. Продолжается программа «Дневной разворот». У нас в гостях сегодня Владимир Шабардин, уполномоченный по правам ребенка в Кировской области. Мы так или иначе вынуждены реагировать на ситуацию вчерашнюю. Напоминаю, две девочки-двойняшки. Двух лет выпали из окна девятого этажа в Коминтерне. Одна из них умерла в больнице, за жизнь второй сейчас борются врачи. Вот Аня до перерыва задала вопрос про специальные предметы, которые вводились, не знаю, в каком виде сейчас существуют в школе, основы безопасности жизни. Напомню, что глава города Илья Шульгин предложил провести беседы с родителями, различным специалистам. А мы, наверное, задаем вопрос, а что же дети, с какого они возраста у нас вообще, объяты вот этой темой безопасности жизни, передвижения по городу, опасных предметов в доме, где угодно? Я что-то вот сейчас даже... Так нет, ладно дети. Те родители, у которых эти предметы вводились, они же тогда вот школьниками были. То есть, по идее, все это родителям преподавалось в школе в свое время. Это в каком виде сейчас существует Владимир Валерьевич? Мне кажется, тем родителям, которые там постарше нашего возраста, на уроках ОБЖ преподавалась вспышка справа, вспышка слева. И куда, если в случае ядерного взрыва, куда надо падать? И где ближайшее бомбоубежище? Где ближайшее бомбоубежище, да, к сожалению. То есть сейчас, ну, во-первых, если мы говорим о совсем малышах, то они до уроков ОБЖ просто не доросли. И, видимо, вот часть родителей все-таки необходимо обучать не детей, а родителей. Если мы говорим о маленьких детях, и ситуация, ну, вот у нас, мы в ежегодном накладе приводим цифры и по гибели детей на пожарах, и по гибели детей на воде. Ведь там в основных причинах это проблемы, вопросы взрослых, это неосторожное обращение с огнем, это невнимательное отношение взрослых, отсутствие должного контроля. Ну, я еще должна сказать, что, конечно, изменилась жизнь в сравнении с тем временем, когда мы там были детьми и подростками, да, и появилось больше опасности. То, о чем мы говорили. Розетки в ванных комнатах сейчас делают современные ремонты, естественно, в ванной комнате есть розетка. Раньше не было, раньше она была внесена, насколько я помню, в коридор, да. Та же самая история с пластиковыми окнами, потому что мы сегодня со Светланой это обсуждали. Мы детьми тоже, извините, стояли на подоконнике, но нам попробуй откроют четыре шпингалета, да-да-да. Четыре шпингалета на каждом окне, и две двойные рамы, да, и только форточка открывается. А сейчас одним щелчком просто все открывается, и действительно нет этих специальных элементов, не ставят в семьях, да, вот фиксирующих для безопасности детей. Как-то меняется профилактика-то эта профилактическая? Вообще кто-то отслеживает курсы? На уроках, во-первых, у нас постоянно отчитывают, что там на родительских собраниях об этом говорят. Но, видимо, недостаточно. Говорят, и для родителей информация славится, и тотальная рассылка сейчас будет. Еще раз очередное предупреждение. Мы надеемся, что это поможет предостеречь кого-то от подобных ситуаций. Но как сделать так, чтобы там стопроцентно избежать этих трагедий? Но вот... Только решетки ставить на окна. Если мы говорим о летнем времени, ты же не будешь держать все время окна закрытыми, правильно? Да, и тут мы вспоминаем про пожарную безопасность, да? Решетки-расчетки на окна. Фиксаторы или фиксаторы родительский контроль сделать обязательно при наличии маленького ребенка. Более того, у нас было в городе, года четыре назад, наверное, помню, когда фирмы, которые установлены пластиковые окна, приезжая домой и видя, что есть дети, они сами напоминали и предлагали устанавливать в обязательном порядке вот эти фиксаторы. Ну, это все за дополнительные деньги. И некоторые, конечно, не идут на тетрадь. Но, с другой стороны, в цене окна это деньги совсем небольшие. Конечно, там жизнь ребенка вообще бесценна. Уже сослался, Владимир Валерьевич, на ежегодный доклад уполномоченного по правам ребенка в Кировской области, где в том числе и цифры по детскому травматизму обозначены. И раз уж мы сейчас на эту тему говорим, то давайте посмотрим, как меняется ситуация с негативными какими-то историями, связанными с детьми. В каком плане? Начнем с темы, которую мы очень часто здесь обсуждаем. Это тема безопасности в интернете, которая тоже, к сожалению, представляет иногда угрозу для жизни. Безопасность в интернете – это вопрос, который остается в зоне пристального внимания всех. У нас в прошлом году после введения уголовного наказания за склонение к суициду, группы немножко почистились в этом направлении и немножко активность спала, хотя совсем не ушла. К сожалению, у нас продолжаются в достаточном количестве случаи, когда идут оскорбления, когда дети выкладывают фотографии, даже создают целые группы или страницы. Буллинг, так называемый. Буллинг, да. Травля, давайте поражим. Травля, да, кибертравля. И мы говорили буквально две недели назад, у нас было совместно на областной КДН Дмитрия Александровича Курдюма, на эту тему фактически одновременно сказали о необходимости создания у нас. То есть, когда мы говорили о том, что там должны отделка или профессионалы этим заниматься, да, мы говорили о том, что взрослые вообще-то не успевают, и они немножко находятся далеко от социальных сетей, и именно от этих групп. То есть, мониторинг в том числе должен проводиться силами людей, которые в силу возраста не очень далеко от этого ушли, которые все равно находятся в социальных сетях. То есть, это речь идет о создании кибердружины. Ну, волонтерской какой-то организации, да. Волонтерской организации, да, по опыту других регионов. Я знаю, что мы в ближайшее время, вот сейчас этот вопрос прорабатывается, в том числе и с Барниным мы на эту тему разговаривали, да, и сейчас речь идет о создании волонтерской кибердружины для отслеживания, мониторинга вот этих ситуаций в наших социальных сетях, когда речь идет об унижениях, об угрозах, о вещах там экстремистского толка и так далее, и так далее, и так далее. Именно на нашем сегменте интернета. Что из себя представляет волонтерская дружина? Кто туда может входить? Ну, входить может кто угодно. По опыту других регионов, например, в Белгороде очень сильная волонтерская дружина, ребята работают. Я встречался с организаторами. Я надеюсь, что мы пригласим сюда ребят, которые по стране уже успешно работают. То есть это волонтеры, которые сидят в социальных сетях, которые занимаются поиском вот тех вещей, о которых я сказал. Плюс есть ребята, которые разрушают деструктивные группы, просто заходят в группу и начинают ее потихоньку изнутри как бы разрушать альтернативным контентом. То есть когда там все черное, все плохо, нет, предлагаю альтернативу для того, чтобы ребята из этой группы куда-то выходили немножко в другую плоскость. Ну, если там совсем уже какие-то жесткие вещи, то с подключением соответствующих структур. Я вот что хочу сказать. В 90-е годы, когда мы со Светой были подростками, тогда был прямо вал какой-то в какой-то период. Телефонов доверия. Я подросток не была. Куда мог, ну, в начале 90-х. Куда мог позвонить подросток и пожаловаться. То есть вот далеко не каждый, конечно, родителям признается, что его травят в социальных сетях. Это раз. Потом разные отношения, конечно, между подростками и родителями. И вот я сейчас широкой рекламы вообще не вижу таких вещей. Они есть? Она есть. Можно набрать в интернете. В этом же, если ребенок сидит, телефон доверия. Есть, кстати, ближайшая, значит, телефонная линия будет 17 мая. Такая вот она будет широко. Это к дате, да, такая приуроченная? Да, к дате приуроченная. Широко докумироваться. И, кстати, очень много звонков бывает обычно здесь. Потом у нас, ну, практически в каждой школе этот телефон, вот сейчас уже, мы убедились, он есть там где-то на стене висит. Другое дело, насколько там ребенок готов чужому человеку позвонить и довериться. Поэтому вот чаще всего информация, допустим, к нам приходит от, я уже говорил, от родителей, друзей вот таких детей. Или от... От учителей часто приходит? Не совсем от учителей, чаще от педагогов дополнительного образования. Если ребенок ходит куда-то в секцию, в танцевальную, спортивную и так далее, вот это люди, которые на практике, которым ребенок, ну, больше доверяет. Ну, видимо, потому что это, ну, дополнительные его занятия, хобби... Потому что двойки он не ставит, занимается любимым делом. Поэтому, ну, наверное, может быть меньше негатива для ребенка в этом вопросе. Если говорить о цифрах очень неприятных и порой страшных, уже слегка затронул Владимир Валерьевич этот вопрос. За прошлый год, что статистика говорит? Какое количество детей больше страдает от несчастных случаев или неосторожного обращения с опасными предметами по сравнению с детьми, которые страдают от жестокого обращения? Нет, у нас, конечно, в случае вот травмирования, гибели и так далее, они, ну, каждый случай, нельзя сказать, что это мало, да, там, речь идет на единицы, да. Что касается проблемы преступности, это, конечно, речь идет, там, совсем другие цифры. У нас в прошлом году свыше 1700 преступлений в отношении детей было совершено. Это рост. Вот, каждая третья из них сопряжена с насильственными действиями. И, к сожалению, вот, то, о чем мы говорили, там, на протяжении, там, двух-трех лет необходимости, там, зеленых комнат, мы не раз уже говорили, да, работа с детьми пострадавших от насилия, там, в первую очередь, сексуального, у нас в 2017 году рост 78%. 78% рост преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних, их свыше 200. С чем это связывает правоохранительство? Ну, есть рост. Существенные это законные представители. В 2016 году их было два, в 2017-м – 10. Это родители, усыновители? Да, да, законные представители. Вот, основную массу составляют, конечно, иные лица. Я думаю, что, ну, во-первых, это раскрываемость. Это раскрываемость. То есть, не стало больше происходить, стали больше выявлять? Ну, мы не можем так говорить, вот, потому что характер этих преступлений, да, он все-таки носит очень латентно, очень скрытый характер. И, ну, могу привести пример, в частности, почему у нас зеленая комната, да, в которой собраны квалифицированные психологи. Первая открылась 6 марта прошлого года, да. В Кирове. В Кирове на базе центра «Вятушка» социально-реабилитационного. Так вот, в частности, одни из последних преступлений, которые были раскрыты вот в этой тематике, мы разговаривали с психологами, они были выявлены при работе с детьми, которые, ну, пострадали от других действий. И вот, ходя с работой с детьми… Что это значит? Не очень понятно. Ну, я не могу сейчас рассказать там все. Да, конечно, можно без имен и без подробностей. Да, без подробностей. Ну, допустим, поступают две девочки, значит, которые, там, в поле факта жестокое обращение. Жестокое обращение, поэтому с ними работают психологи. То есть девочек били, там, наказали их, это жестоко, да? Ну да, наказали, да. А в ходе работы, очень аккуратно и в дальнейшем выяснилось, что одну из этих девочек, отчим на протяжении шести лет, последних в ее отношении, блин, действий в сексуальном характере, я так назову пока. Вот, при этом в отношении только одной, то есть не второй, там, очень долго выяснилось, то есть там с 11-летнего возраста практически до 17-ти. Вот, факты подтверждены, там, по моим данным, человек уже на полиграфе прошел, там подтвердилось. Ну, то есть вот, хотя там работа с ними была, ну, по другой ситуации. О зеленых комнатах, для чего и с какими целями и где их открывали и открыли в нашем регионе, поговорим после небольшого перерыва. Продолжается дневной разворот. В студии нашей радиостанции, полномоченной по правам ребенка в Кировской области, Владимира Шабардин. И мы обещали нашим слушателям, что до перерыва, что поговорим о том, что такое зеленые комнаты, кто и с какой целью их открывал, и будут ли еще они открываться в нашем регионе. Зеленые комнаты открываются у нас по инициативе по правам ребенка в Кировской области. По вашей инициативе. Я помню, что вы очень много говорили о том, что есть такие планы. О том, что эта практика есть в других регионах, и я видел, как это работает. И более того, мы принимали непосредственное участие в открытии в плане того, что мы просто работали с фондами, работали с людьми. То есть это, надо понимать, это не бюджетные деньги. Это бюджетные деньги, это учреждения, которые создаются на базе действующих центров Министерства социального развития. Там, где есть квалифицированные психологи, там, где есть квалифицированные люди, которые могут работать с детьми. То есть что из себя представляет зеленая комната? Это два помещения, разделенные зеркалом Гизелла, которые работают... Зеркало объяснимо, да? Да, Гизелла, это зеркало работает в одну сторону. То есть из одного помещения, где находится ребенок с психологом, не видно то, что происходит рядом за стенкой, а за стеной, наоборот, очень хорошо видно. Там реакция ребенка на какие-то вопросы. Ну, вот в части работаю со Следственным комитетом, да, то есть у нас действует соглашение трехстороннее, уполномоченное по праву ребенка, Следственный комитет и Министерство соцразвития, как раз по работе с детьми, которые пострадали от насилия. Вот в том числе в этих целях зеленая комната и создается. То есть если, ну, совсем уже, да, там, вкратце, когда просят объяснить, что это, для чего нужно, да, то есть первый вариант, там, ну, вот как вот было несколько лет назад, да, когда пострадавший ребенок, следовательно спрашивает, там, кто тебя, чем, куда и сколько раз. Это один вариант развития событий, да, и другое дело, когда с ребенком работает квалифицированный психолог, да, именно специалист, а следовательно находится за стеной, за зеркалом, да, и эта же информация, значит, она может быть получена... Вопросы более, вопросы более тактично задаются, менее травматичные. Да, абсолютно менее травматичные, там специальный тест, инструментарий, программы компьютерные и так далее, то есть вот вкратце. Более, более, и еще хотелось бы добавить, да, мы 10 мая мы открываем вторую зеленую комнату в Вятских Полянах, благодаря компании «Железная», хотел бы сказать им огромное спасибо. Мы тоже благодарим. Это правда, то есть я уже говорил, у них нет интереса, там, они ничего не строят, нет, ну, просто вот с руководителем, с Юрием Захаровым мы так разговаривали, на куда, какую благотворительную помощь можно оказать. Я сказал, вот есть вот это, смотрите, там, речь идет о нескольких сотнях тысяч рублей, они это поддержали, и вот полностью на средства этой компании вторая зеленая комната в Вятских Полянах открывается, и мы таким образом всю южную часть закрываем. То есть мы несколько районов к ней прикрепляем, в частности, там, Следственный комитет, да, но 10 мая мы расширяем трехстороннее соглашение до четырехстороннее. У нас будет добавляться ОМВД. Потому что, как я уже говорил, да, выше, количество детей, пострадавших от насилия, не только сексуально, но и в рамках работы не только Следственного комитета, но и ОМВД, оно очень большое, это несколько сотен детей ежегодно, да. У нас просто люди не все понимают, да, что преступлениями против детской личности занимается Следственный комитет, а, видимо, всем остальным занимается полиция. Разными преступлениями занимаются разные структуры, да. То есть наша задача сделать так, чтобы вот каждый этот ребенок получил психологическую помощь. Прошел, ну, курс вот этой реабилитации, во-первых, это учреждение с круглосуточным пребыванием детей, то есть ребенок можно находиться там несколько дней. Ну, и во-вторых, в идеале у нас, ну, задача, вот мы определили шесть таких точек по области для того, чтобы мы стопроцентно закрыли все регионы и потребность в детях. Потому что сейчас, ну, вот в Киров, да, за это время мы разговаривали, да, привозили детей из районов и даже из дальних таких сложных случаев. Но это, ну, достаточно для ребенка травматично, когда он долго едет куда-то, да, в ситуации оказывается. И так не в самой лучшей, да, жизненной еще вот все эти действия. Вот, ну, и дальше, конечно, мы разговаривали о том, что, ну, по вятушке это не только работа Следственного комитета, а это работа просто психологов и специалистов. И на базе этих же зеленых комнат, как вот по опыту Челябинска, например, там можно использовать для работы с семьей, с психологом, с детьми-аутистами, когда ребенок только с одним специалистом может общаться, а с другими нет. А при этом там за зеркалом могут находиться и родители, законные представители, и другие специалисты, логопедик, фитолог и так далее. То есть спектр очень широкий. Могу сказать, что вятушка в Кирове, мы разговаривали, прошлый год использовалась в ежедневном режиме. То есть она не пустует, и специалисты отработали там уже с огромным количеством детей. Это очень востребовано. Но и учитывая ту статистику, которую я вам показал по преступлениям сексуального характера, мы, к сожалению, я говорю, да, к сожалению, попали в такую очень жирную там точку, в такую цель, говоря о том, что нам нужно открывать эти зеленые комнаты, они будут, и они востребованы уже на тот момент были, а сейчас... Тем более. Тем более. Так, по планам, я насколько помню, мы по поводу вот вятских полян говорили, еще анонсировали, что всего таких комнат будет пять, по-моему, да, в регионе. Ну, пять-шесть, да, мы пять-шесть определили, да. По остальным регионам пока нет ясности, или есть уже? По остальным районам? Где еще, да, по остальным районам, прошу прощения. Нет, у нас определены места, у нас есть конкретное помещение, то есть мы знаем, где это возможно технически, мы это определили. Это Яранск, Кирово-Чапецк, Мутнинск и Подосиново-Демьянова, то есть вот еще четыре. Но все будет зависеть от того, насколько мы найдем следующих добрых людей для того, чтобы подключаться. Потому что, еще раз повторюсь, это не бюджетные деньги, не деньги Министерства соцразвития, мы не можем отнимать кого-то. Давайте скажем сразу, как могут подключаться эти добрые люди, кто требуется, какая помощь нужна. И куда обращаться? Ну, если у нас какой-то крупный бизнес готов поучаствовать, да, то есть, ну, еще раз повторюсь, речь на оборудование одной зеленой комнаты там составляет 400-500 тысяч рублей. Это полностью ремонт, переоборудование, зеркало Гизела, компьютерное оборудование и специализированные инструментарии для работы психологов, то можно обращаться к нам. В аппарату полномоченную? Да, в аппарату полномоченную можно, мы направим Министерство соцразвития. То есть, это все официально составляется договор благотворительный, дальше уже сами они решат. Вот. Мы ведем переговоры еще сейчас по двум зеленым комнатам, мы, конечно, ведем переговоры, я надеюсь, что у нас все получится, и там следующие еще две зеленые комнаты мы тоже откроем. В этом году? В ближайшей перспективе, ну, не буду загадывать, да. А специалистов хватает, Владимир Валерьевич? Специалистов хватает, более того, мы говорим о том, что мы открываем только на тех площадках, где есть специалисты, то есть, это не то, что мы сначала открыли, а потом найдем кого-то, да, где есть действующие, высококвалифицированные специалисты. То есть, кадровая ячейка уже сформирована. Именно, поэтому вот эти места были определены территориально, где сильный центр, действующий, существующий, где есть специалисты. То есть, мы на себя берем только помощь в организации технических моментов. Ну, мы сейчас с Аней получили обе на стол вот такие увесистые достаточно доклад уполномоченного по правам ребенка ежегодный, да, который недавно был представлен в правительстве Кировской области. В законодательное собрание. И понимаем, что его нужно детально изучать, и очень много чего имеет смысл раскрыть для наших слушателей. У меня просто есть свой интерес, и я сразу смотрю на дорожно-транспортные происшествия, потому что плохо очень движется история с открытием велошколы, которая, в частности, занималась бы обучением бесплатным детей безопасному движению по дорогам на велосипеде и без велосипеда и их родителей. Но мне кажется, что это отдельная совершенно тема, мы по ней соберемся. А сейчас остается у нас 4 минуты до окончания программы, и мы, Владимир Валерьевич, хотели с Аней предоставить вам возможность. Какие главные акценты вы сделали, когда представляли свой доклад, какие посылы отправили нашим законодателям и нашим чиновникам из правительства? Ну, во-первых, я бы хотел сказать, что доклад сверстанный полностью в том виде, в котором он у вас лежит перед вами, в печатном виде. PDF-файл есть у нас на сайте, размещен праворебенка43.ru, поэтому любой может зайти и точно в таком же виде этот доклад взять. Может там воспользоваться, там есть инфографика, таблицы, диаграммы, разбивка по обращениям, есть фотографии, конкретно примеров, которые мы рассматривали, которые удалось решить. Вот по, если уж совсем вкратце, да, там 4 минуты, ну хорошо, самое большое количество обращений в прошлом году мы получили по проблематике мест в детских садах и в первых классах школ. Это традиционно, да? Это традиционно. У нас вопросы образования вышли на первое место. У нас позапрошлом году было еще вопросы жилья, то есть обеспечение семей с детьми жильем, жилье детям-сиротам. То в прошлом году у нас на первое место вышло право на образование. И вот здесь как бы на первом месте у нас места в детские сады, не буду объяснять, да, это в первую очередь был Киров. Далее места в первые классы по месту жительства. То, о чем предупреждали все специалисты. Количество увеличивается. Более того, уже сейчас в 2018 году я могу сказать, что проблема еще более увеличилась. И на втором месте, то, о чем тоже много говорится, это обращение по поводу конфликтов в школах. Когда мы говорим ежегодно, каждый год, и в этом году мы провели мониторинг повторный по психологам. У нас в пяти муниципальных образований психологов нет вообще. Значит, только в пяти крупных есть в каждой школе. В одном районе в половине школы, а в других менее половины. Там по каждому району очень подробно все расписано. И второй блок, то есть мы говорим опять же в очередной раз о том, что мы должны менять работу школьных психологов. Вообще там нехватку. В частности, могла быть проблема отчасти решена созданием межшкольных психологических служб. Но это ненормально, когда у нас там в пяти районах ни в одной школе нет ни одного психолога. Вообще нет в районе психолога. Четыре района и один город. Далее. Второй блок большой, и вот там большая часть посвящена, это жилье и жилье детям-сиротам. Мы сделали акцент на жилье детям-сиротам. Мы взяли данные, которые нам дала контрольно-счетная палата. То есть там два момента. Это качество жилья. Несколько ситуаций. В прошлом году нам удалось довести до суда жилье детям Мурыгина. Сейчас в Реженском районном суде находится это дело. Значит, по Оричам ситуация подробно описана. Мы сейчас продолжаем работать по Кирову, по Слободскому району. Значит, у нас там подробные данные приведены, сколько стоит квадратный момент жилья, который планируется приобрести для детей. И отдельный мониторинг по приобретению. И вот это впервые сделано. Я видела, вы комментировали. Да. И на это мы обращали особое внимание. Потому что в прошлом году, когда у нас контрольно-счетная палата осенью выступала, было сказано, что у нас несколько районов фактически просто вернули деньги в бюджет. Несмотря на то, что они должны были приобрести квартиры этим сиротам. А потому что не строятся дома, я так понимаю. Потому что не строятся. У нас, в частности, появилось сейчас несколько обращений с девчонок, которые закончили обучение в прошлом году, в июне, в июле. И до сих пор им не вынуждены по знакомым где-то скитаться. Потому что жилье не предоставлено. Никаких компенсаций им тоже не планируется. Уже в этом году в Юльянском районе три аукциона не состоялось. Поэтому мы сделали акценты на то, что нужно менять эту систему в принципе. У нас большой блок предложений. Вы предлагаете в область передать, насколько я помню. На уровень области контроль и распределение. И мы на нескольких страницах объяснили нашу позицию. Почему нужно дать детальное разъяснение по механизму приобретения жилья на вторичном и первичном рынке. Почему сейчас при формировании единой стратегии реализации госполномочий на территории всей области нам нужен единый подход. Потому что где-то у нас кирпичное исполнение. Где-то панельное, где-то центральное отопление, где-то печное. Где-то печное и так далее. И качество жилья в дальнейшем контролировать очень сложно. Я написала уже шесть теми для ближайших дневных разворотов с Владимиром Валерьевичем. Мы благодаря Владимиру Шабардинау, полновочного по правам ребенка в Кировской области. И прощаемся временно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова